я вас приветствую если вы думаете что-то такая просто красивая картинка нарисована в такой пухне на рынке тут и туалет такой чистейший аккуратнейший туалетик с той стороны заходить с этой стороны знаете такая красивая картина и девушки идут по пляжу класса ну а я уже порылась ничего такого на себя не нашла нашла две блузки но оказалось что одна мужская и она мне не подошла вторая не подошла по размеру когда я начала мерять ночи несула нахлебавший пошла я иду туда вот там где много-много желтых ящиков наставлено мандаринами запастись на целую неделю ой был дождик прошел обещали дождь на целый день но надеюсь дождя не будет пока я тут похожу по рынку знаете раньше он был больше и интереснее а теперь как-то продавцов стало в пять раз меньше чем было когда-то раньше и так нет ничего такого чего-то нового интересного все одни и те же одни и те же вам уже и надоело на них смотреть дошла вот такие лимоны 350 килограмм что там еще апельсины 250 на вид неказистые будут сладкие авокадо по доллару штука то что там я там валяется одно авокадо и никак его не усилий вот там вдалеке арбузы по 8 долларов большой 2 на 8 или 5 1 поменьше так я и магазине видела по 5 долларов хорошие такие полосатенькие эти тоже будут хорошие спелые ну отсюда тащить не хочется из магазина тащить не хочется обойдемся без арбузов я он там вижу вдалеке дыни может надумаю дыню купить кукурузка по доллару штука можно взять парочку сварить может быть она такая свеженькая зелененькая только сорвали ее мандаринки на вид так не очень но на вкус они как я уже всегда говорю замечательные сейчас наберу себе кулечек выбирала выбирала дыню и не выбрала так вот я лучше нектарины возьму по 5 долларов килограмм такие желтенькие я еще таких не брали в этом году они такие красивые только камера а вот вот смотрите да как красиво вот такого некрасивого цвета сейчас выберу такие спеленькие набрала кулек чтоб не ошибиться выберу выбираю выбирать такие хорошо украшенные еще у них тут ананасы есть 3 на 5 долларов но это такие будут переспевшие чтобы все гнилые внутри и ананасов я брать не буду заплатила за свои фрукты за свою кукурузку знаете стала тут посреди базара и стою и вспоминаю я что-то хотела посмотреть то что не относится к еде сто лет не вспомню я вчера записала на бумажке бумажку я не брала с собой потому что я не писала это для этого рынка ой хоть убейте не помню что это должно быть много чего покушать а прям товаров практически нету раньше как-то было больше пром товаров теперь больше покушать но знаете стало такое рынок людей много выбирают тут овощей много помидоры спида посмотрю почем тут арбузики ничего так арбузики 12 долларов каждый свече что ты выбросишь половину с них на шкурку как бы так и ничего красные арбузики желтые арбузики цена хорошая меня не впечатляет такая цена мне не понравилось супермаркете было последний раз пять долларов когда так сказать заскочила туда неожиданно какие-то бананы переспешие здесь написано фри ящики знаете это если вам надо на выпечку то вы берете такие он они уже разваливаются забирайте их себе собачка пришла киев собак всегда умные глаза да вот так смотрит вроде сейчас что-нибудь скажет так я хочу хотела картошки купить что-то я не вижу у них не я вижу ну такая вот так грязная грязная не хочу это ну я записать лет украине наелась всякой разной так тут выпечка 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 что тут дальше раньше тут была тетенька с орхидеями проезжала всегда целая машина теперь этой тетеньки нету никогда может дорого местовое ей невыгодно стало ездить сюда знаете они ж после это ой такая точно собачка еще одна может ей стало невыгодно сюда ездить потому что ну орхидеи что там она сколько там она их продаст люди с утра вышли прогулять свою собачку и покушать тут свой завтрак но что только начало девятого между прочим вот тут палатка с колбасой сами не делают можете сами так выпечка очередная тут что-то такое растет знаете я уже это так плетусь вот это вот такие вкусные панкейкс называется панкейкс они такие с начинкой 5 долларов штука хорошая цена на 5 долларов один блинчик такой так а вот тут помидорчики которые я люблю вот эти длинненькие ой классные и типа 4 доллара крупные хоть похоже на настоящие помидоры ой я помню как украине привозили машину ой вот таких вот это такой вот попкой и мы покупали и потом весь дом солил помидоры все покупали ящиками потом солили помидоры всем дома мыли бочки возле дома и в погреба это так может возьму таких пару помидорчиков ой крупненьких так это сильно спелый знаете все таки помидор берешь в руки мае швейс не то что дам супермаркете какие-то так вот два выбрала сейчас еще один какой-нибудь помидорчик от него хоть получишь удовольствие знаете запахов тут вообще сильно не будет таких чтобы она так сильно пахло ну на вкус будет хорошая такое ну сами знаете что такое с поля помидор или что такое помидор с этого из парника так ладно пошла платить купила на 380 потянула а здесь вот для желающих горох ну знаете это не только горох а кушать его все вместе тут вот эти бинсы бинсы то есть фасоль зеленая морковка еще что-то такое редис очка есть все круглогодично зеленый лук сельдерей что их цены стали такие пониже раньше были больше ой не надо перец болгарский сейчас пойду куплю один перец такой шоу угу 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 от меня надо 3 я хочу один не того на письмо шейте перец на письмо берешь в руку майсвейш так все спрошу а мать фуан план план суден ага окей туда два доллара один два доллара так не больше не надо а все такое цукини так тут тоже такие помидорчики есть классные люди выбирают целый мешочек так буряки буряки мне не надо буряки у меня есть картошка только такая ладно идем немножко дальше здесь продают здесь продают мед 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 так здесь 10 долларов бутерброд с беконом с яйцом еще что-то такое так ну это такое покушать покушать мы такое и дому можем сделать эти я вот не люблю покупать вот что-то такое что я могу сделать легко и дома и в 5 раз дешевле это даже не с точки зрения того что там дешевле на зуме покупать такое скучное хотелось бы чего-то такого интересного так тут тетенька всегда продают что-то такое какие-то там сушеные вещи всякие продукты но это бы всего можно прожить всю жизнь а вот и шарики такие из орехов и наделаны так здесь что здесь попкорн с разным вкусом так попкорн нам не надо так и здесь что-то на китайском языке продают какие-то книги не знаю так я иду он туда в уголке а там такая я бы сказала турецкая машина я у них брала грибы маринованные значит они были в банке такие как бы не очень ну из банки некий солоноватая потом я взяла и водичку подкислила и и подсахарила ой какие грибочки классные так ну здесь цветы лилии букет 10 долларов люди покупают я никогда не покупал потому что у меня орхидеи а вот смотрите и красивые гладиолусы сейчас тетка их поломает ходит зацепляется за них то восемь долларов букет какое все красивое какое все зеленое дождиком побрызганные 10 долларов такие лилии желтенькие классно их покупать они все раскроются лилии всегда раскрываются гладиолусы раскрывается а это у нас кто-то наверное герберы ромашки нечегося 10 долларов такой букетик классные а вот это знаете похоже на мою как бы гипсофилу но она мне не такая что вот такими букетищами а он и орхидеи букет одна веточка 10 долларов три веточки они это вот это вот 25 а это вот 10 долларов вот как они сейчас вспомню как они называются вспомнила цимбидиумы сушить и охренеть орхидеи орхидеи срезать ой как жалко чтобы я в рука не поднялась никогда хризантемы то видите какие красивые красивого цвета розы 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 ой прям ковер из роз такой красивый 2 на 10 долларов букета так вот это я не знаю как называется такие 5 долларов красненькие а вот эти знаю я уже их выучила это называется остромэрии остром острота звезда остромэрии такие ну это ягодки какие-то для красоты так что тут еще есть есть еще такие хризантемы такие такие хризантемы 8 долларов меленькие такие хризантемы 7 долларов ой а вот эти я забыла как называются то я с роду их и не вспомню как они называются а вон какие классные красивые декоративные подсолнухи очень красивые так а вот тут тоже что-то такое интересное меленькое маленькое а вот это правда на розы похоже 10 долларов я не знаю как они называются может это и не роза может и розы такие он они такие желтые и желтые ой а тут розовые пахнут знаете какая красота ой пахнет запах у меня пионерского лагеря у нас был лагерь и там были розы здесь лагерь был роза класс для меня роза это всегда запах детства ну от роз перехожу перехожу дальше вот какие-то таких никогда не видела вот всегда когда здесь пойдешь можно увидеть вот такие какие-то цветочки которых ты никогда не видишь девушка она купила букет сколько как красивая девушка с букетами так красиво выглядит между прочим дяденька вот как я старбам с помидорами и мандаринками так а что то я и не вижу грибов сейчас пойду посмотреть я это вижу вижу так ну тут что хочешь это этим маслом как они по-русски будут скажите мидии 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 в масле такие копченые 5 долларов скумбрия какая-то с лимоном 5 долларов коробочка что тут еще разных консервов полно ну это что такое тамарин тщатни ну это знаете из тамарин да типа аджики какая-то такая соломать так это что тут это капуста квашеная хоть польская бывает у нас тут это наверно немецкая а это чья пусты квашеная не хочу так сказать и обелодный год чеки ой сюда я уже охрипла сейчас 13 долларов я и за три куплю в этом так а вот я дошла до грибочков таких я хотела вот такие покупала мне очень понравились сейчас я высмотрю срок годности до 25 года так ладно что там еще у них есть интересного еще у них такие сыры по нарезанные я не знаю почем они где-то там у них цена на них на некоторые есть цена такие вот кусочек такого сыра 10 долларов гауда с тмином так тут наверно на всех есть 6 долларов я и того сыра поем какой мне нравится тут они еще не выложили чекай печенье какой такой соблазнительная what is the price for this five dollars four dollars okay for this one yeah that is all five dollars no no each five dollars yeah okay sheep's cheese пять долларов все эти за 2 блины к дуя каких-то так что тут еще тут конфетки всякие конфетки мы своих по наделали так ладно я куплю грибочки расплатилась забрала у них теперь остались только резаны резаны я не очень хочу это явно турецкая все перец какой-то консервированный на вид такие ребята как турецкий ребят так ладно иду на автобус подороге счет идет значки носки брелки интересно кто сейчас значки покупает вот я помню во времена моей молодости люди собирали значки даже по темам собирали носочный клуб сделано в корее да sox club sox это носки 5 долларов пакет 5 долларов вот это хорошие которых резинка низкая между прочим у меня носок полно раз два три 4 5 5 пар таких на 5 долларов или две пары на 5 доллара так дяденька кофе продает такая пустота теперь тут все-все-все-все площадь была вся в продавцах вот этих никаких цветов тут не было это было столько всего столько было продавальных а теперь и продавальных немое багато покупали и день пасмурный пошла на автобус товарищи может быть я успею проскочить до какой-нибудь сильного дождя хотя у меня есть зонтик так вот туда мне край край на автобус вот так идешь а тут такое классная такая прелесть это такая игрушка жива ой тихо не дойду до остановки пока зайду так и дождь припустится так бабай так опуна увидимся дома то покажу в двух словах сколько заплатила за все удовольствие не так чтобы много но и не так чтобы мало но шо много тут получаем поэтому почему не покупать правда шутка так а там люди роются продолжают рыться там же вещи изрыла я там все вообще не на чем взгляд остановить магазины все закрыты ищу так рано поэтому ну ладно дома увидимся я вас приветствую еще раз я верну вас домой вы знаете даже дождиком на меня побрызгала хотела сразу начать поливать цветы потом подумала то не надо мне закончить с моим так сказать видео вот смотрите я вышла из дома 7 часов где-то где-то так сразу автобус потом подождала немножко второй который везет туда автокапуну ну там посмотрела ничего не было вот две блузки попалось таких белых которые по размеру одну на себя вроде бы по размеру а она не сходится на груди а такая хорошая была знаете такая как прошвачки вставленные не очень ничего такая был рукавчик такой хороший а вторую так на себя вроде бы она на меня как раз она мужская зачем она мне ни вытачек нету ничего нету все положила назад там ящики где там сумки бывают еще что-то там ничего не было достойного ни сумки не пояс поэтому я развернулась и пошла туда покупать продукты всякие разные овощи ой ой перец он наверное пол килограмма один весит гляньте какой классный тут вообще ничего не пахнет в новой зеландии знаете индусы они раз два-три года ездят в индию я уже как этот как как путин он все время так делал в своей речи это я видела люди показывали отрывки блогер из его речи и он все время эйкал так вот индусы они когда едут к себе домой в индию те которые там летают туда-сюда раз два-три года они везут целый мешок своих специй свои у них пахнут а здесь не знаю как вот не могу сказать знаете если что-то воняет смердит оно очень хорошо будет смердеть а если что-то такое так его и не слышно но очень 2 доллара хороший перец такой классный мясистый значит тут это грибы купила вот такие я сейчас открою возьму часть отложу сделаю такую водичку немножко кисленькую у меня там есть лимонный сок чуть-чуть сахарку туда и грибочки а я полежал ты становятся такие классные маринованные очень вкусные я с таким удовольствием тело сотрюши я купила у них такую последнюю банку всему приходит конец так дальше значит эта банка 9 долларов 9 долларов это недорого это ну как недорого по сравнению по сравнению с как бы ну скажите если бы я советское время за 90 копеек купила такую банку грибов то так ничего сколько тут ну я не знаю 600 грамм наверное да ну или что-то около этого но это такая большая банка очень неплохо очень неплохо и помидорчики вот я не буду их вытаскивать никто в кулечек призапаковали вот это 4 доллара у меня получит даже не 4 380 380 посчитали значит и тут ну скажем почти килограмм до 380 они были 4 доллара килограмм ой классные сейчас порежу такой помидорчик у меня сделаю салатик таким помидорчиком ой классная классная классно хочу так салатик помидорчиков еще и лук порежу может даже и не зеленый так набрала этих мандарин ой какие они вкусные какие они вкусные классные такие есть и большие такие есть смотрите такие крупные вот такие крупные под дождь даже попали потому что мокрые а есть такие помельче я разные брала выбирала смотри рожу гнилых не попадалось вот они по три пятьдесят килограмм я их если не сегодня то завтра ну сегодня так съем парочку а если они сегодня так завтра их перечищу в большую такую квадратную коробочку не есть и холодильник чтобы они там не гнили не портились а потом так хорошо достал парочку себе завтра такие мандаринчики значит а он считал все вместе поэтому мандарины вот такие вот классные нектарины по 5 долларов килограмм классные есть такие уже даже чуть-чуть мягенькие уже хорошие даже это уже совсем стелы они полежат доске я всегда выбираю если вот надо выбирать такие ну как бы не совсем переспевшие скажем так я всегда выбираю чтобы они были в основном вот так вот хорошо окрашены красиво видите какие нектарины это те же персики только без этого брить не надо так значит вот это нектарины и два таких качачика я соблазнилась смотрите прям прямо с поля еще все так сказать и не успела засохнуть значит они по по доллару эти по доллару нектарины были пять долларов килограмм эти по доллару всего за мандарины нектарины и вот эти два качана я заплатила 17 долларов все вместе слушайте это как бы на советские деньги рубль 70 а мандарин так два килограмма наверно тут а то и больше такой здоровый кулек ой знаете аж не оторвешь я всегда если надо покупать супермаркете вот хочется розы я вот всегда покупаю такую в зеленых листьях чтоб она была смотрите какая классная кукурузка какой качачи она между прочим здесь такая сладкая это кукуруза прямо сахарная класс сейчас сварю на обед наемся кукурузы ой знаете ее можно прямо сырую есть такая вкусная сладкая молодая очень хорошо я так проехалась ну не каждый день покупать блузку это у меня тоже из токопуны между прочим тоже за 5 долларов я ее переделывала ну как всегда так это мне билет на автобус я всегда же переделал я уже не помню что я не делал что-то дело что-то убавляла добавляла тут карманы пришивала но что-то честный делать мне уже их столько всех по переделаны даже та которая вчера желтая которая была вчера снимала последнее видео это у меня из H&M блузка уже лет 5 наверное я ее тоже что-то там страстно переделывала и рукава что-то переделывала и еще что-то переделывала и в общем там по моему тут какие-то оборки что-то такое было почему я не помню по моему эти оборки на рукава что-то в общем не помню уже точно что я там переделывала хочу поблагодарить тех кто ответил на мой вопрос по поводу пальцев ног пальцев ног вот интересное такое наблюдение одна женщина написала что она заметила что она так ходила как бы напряженные пальцы когда в шлепанцах а потом когда в туфлях то нет а знаете а я вот и не обращала внимание по поводу туфель сейчас найду я сейчас не хожу полгода не хожу в туфлях даже больше сейчас найду туфли и похожу в квартире и так сказать понаблюдаю за собой интересно ну а кто посоветовал там обратиться к мануальщику знаете это как бы не смертельно мануальщику это не очень дешево ходить вот сейчас там я сразу заплатила ему 240 долларов за рентген и так далее все это по моему надо еще будет делать второй раз не знаю входит ли это в ту оплату или это он будет делать дополнительную оплату потом было у меня 45 долларов каждый визит а сейчас это всего 15 так визитов а сейчас это уже не покрывается государственной страховкой как бы для травм и теперь я плачу 60 долларов каждый раз ну сейчас я уже хожу теперь раз в неделю поэтому поэтому это первое и второе дело даже не в деньгах ну как бы это не смертельно мне это пальцы что я там буду ходить потому что мне во первых надоело уже ходить туда а во вторых не могу ходить туда бесконечно я уже так жду чтобы это быстрее закончилось по моему мне осталось только уже 5 раз к нему сходить или 4 нет по моему 5 раз еще вот на этой неделе которая будет и потом еще 4 недели по одному разу так что перерыв надо сделать не все должно быть идеально у тебя должны быть какие-то дефекты и так все идеально а должны быть какие-то дефекты а то что это у тебя так все будет прям так идеально все идеально когда сильно хорошо то тоже плохо понимаете теперь еще знаете хочу коснуться там вот это тоже ну интересный комментарий я вот в автобусе туда ехала читала и назад ехала а читала то а люди написали такой вопрос какой как часто я меряю давление я вообще его не меряю я ненавижу мерять давление ненавижу я даже когда прихожу к врачу я всеми силами стараюсь этого избежать и отказываться как только можно и насколько можно почему я сейчас объясню значит оно у меня не бывает стабильное оно не бывает что там я пью таблетки оно у меня всегда там какое-то ну например 150 на 90 да вот например вот такое например оно у меня с 30 лет 40 лет я уже как бы привыкла с ним жить а вот знаете тебе померяют во первых ты получаешь стресс когда тебе меряют давят там особенно если машина она где два раза давит это обалдеть у меня потом вся рука вот таких получается красных точечках это раз то есть все засудики там полупаются это раз во вторых ну если у тебя еще более-менее нормальное давление ну ты такой так ничего а тут если тебе намерили какое-то довольно высокое давление ну например 180 да и врач говорит ой давление высокое ты думаешь 180 180 так вроде и ничего вот ну ты потом ходишь вот в состоянии этого стресса что у тебя там такое давление уже прям ты ты все это и пока я это забуду там 3-4 дня пока я забуду об этом думать и потом я уже как бы живу нормально поэтому дома себе я не меряю двадцать лет назад был такой момент когда я там меряла когда это мне только так сильно приключились такие большие скачки я там меряла по 10 раз на день теперь я вообще не меряю дома это вот сейчас потому что лекарство у меня доза увеличилась и как бы врач попросила померить ну и я тоже с этой точки зрения посмотреть как оно действует вот ну раз в день там они может хотят чтобы я три раза в день мерила еще и по два раза подряд сейчас побежала я один раз померила и слава богу хотя бы так вот и еще что касается высокоодолея ну вот у тебя врача его померяли и что тебе там ничего не делают здесь тебе не бегут со шприцом там колоть тебе в задницу не, не, здесь ничего не иди, иди домой иди у тебя есть таблетки иди цветовку со спокойной совестью поэтому 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 что касается давления я вообще стараюсь о нем не думать потому что если я буду о нем думать так это нужно не жить надо так жить как будто у тебя его нету ну а дальше как это будь что будет поэтому ну так вот это что касается такого вопроса теперь еще такой интересный вопрос ехала вот в автобусе прочитала ну люди и так что касается орхидеи ну люди такие иногда задают немножко такие наивные вопросы вот женщина спрашивает у нее там какая-то розовая тонированная вазочка wow и она меня спрашивает а можно ли орхидею помещать там в розовую тонированную вазочку вы знаете вот если бы я так спрашивала а можно то делать а можно орхидею там в пустую вазу а можно ее там в такую вазу а можно ее в всякую вазу а э так я наверное Наверное, ничего ты и не сделала со своими орхидеями. Я ей написала, что со своей орхидеей вы можете делать все, что угодно. То есть, ну вот как бы человек должен прослушать несколько моих видео, там, где я говорю, что стекло должно быть прозрачное, там, не стекло, а еще, а можно ли в пластмассовый? Так какое угодно. Хоть в пластмассовый этот, в полиэтиленовый кулек. Знаете, можешь и в полиэтиленовый кулек, в принципе, потом завязать и повесить его, и поливать. Да лишь бы прозрачное было, лишь бы корням попадал свет. А еще там, а можно ставить на подоконник. А мне нет подоконника. У меня один единственное окно есть с подоконника. Зачем нельзя их туда ставить? А чтоб солнце попадало на корни. Ну, гову орхидеи давно знают, что их нельзя ставить под прямые лучи солнца, потому что будут ожоги. Я не могу каждому отвечать. Там описывая, как-то люди спрашивают. Знаете, видео называется «Поливые удобрения орхидеи». А люди тебе задают вопрос, а сколько их держать, а как поливать, а как еще. Я так понимаю, они не смотрят видео. Они хотят, ну, прочитали название, потом сейчас задам вопрос. А эта тетка мне тут в двух словах ответит, нафига мне смотреть это видео. А там я подробно рассказываю, в каждом. Подробно, сколько, как, чего. Поэтому, товарищи, звоняйте, звоняйте. Я не могу писать. А, еще мне, знаете, что нравится. А как потом вытащить орхидею? Ну так, взял и вытащил. А что не вытащить? Вот вытащил. А что у вас, а что у вас такие вазы чистые и нет осадка от воды? Товарищи, я мою, я мою тарелки, я мою посуду, я мою сковородки, я все мою. Вазы я тоже мою, тоже мою, это раз. Во-вторых, у нас нет осадка от воды, у нас вода не жесткая. Вот, пожалуйста, на дне, там видно, что там что-то накопилось. Ну вот, когда мне будет не лень, я эту орхидею достану и помою эту вазочку. И будет она у меня чистая. А как вы то вставляете, то достаете, ну вот так вот, вкручивая. На ней, кстати, вот вы можете тут увидеть, даже, смотрите, вот там, если увидите близко, водоросли живут на корнях. Даже без этого. Без воды, вот здесь вот, живут водоросли на корнях. Поэтому, поэтому, если кто увидит про орхидею. Со своими орхидеями вы можете делать все, все, что вам хочется. Это ваш цветок. Вы делайте с ним все, что хочется. Вы же со своими детьми делаете все, что вам там в голову взбретет. Вот так и с орхидеями тоже. Так, ладно, товарищи. Я вам доложила, рассказала, где была, что делала. Теперь, наверное, все-таки приступлю. Ой, уже 11-й час. Мне никогда раньше 11-й не получается завтрак. Сейчас пока цветочки поналиваю. И уже получится, что завтрак у меня будет в 12-ти часа. Так, все, 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 все. Всем всего доброго. Хорошего. Я желаю спокойного дня. Всем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok